Мы немного обсудили закон спроса, который утверждает, что при прочих равных, если мы поднимаем цену на товар, то объём спроса на данный товар будет снижаться. Простой, здравый смысл. Если снижаем цену, то объём спроса будет выше. Но мы увидим, что существует несколько особых случаев. В этом видео я хотел бы сосредоточиться на тех прочих факторах, которые оставались неизменны, что позволило нам сделать этот вывод — двигаться по кривой спроса. И подумать о том, что было бы, если бы мы изменили один из постоянных параметров. Как бы это повлияло на кривую? Как бы это в действительности повлияло на взаимосвязь объёма спроса и цены? Итак, среди выбранных мной, в первую очередь, будут цены на конкурирующие товары. Конкурирующие товары. Если предположить, что цена... Вообще, мне бы не стоило говорить «конкурирующая». Я назову это ценой взаимозависимых продуктов. Увидим, что они на самом деле не конкурируют. Цена взаимосвязанных продуктов — это один из тех параметров, которые мы считали неизменными при изучении этой связи. Мы допускали, что прочие неизменны. Что же изменится с новыми параметрами? Предположим, что есть другие электронные книги. Другие электронные книги, цена на которые растёт. Как же это изменит нашу связь цены и объёма спроса? Цены на другие книги вырастут. И вот внезапно моя книга, вне зависимости от её текущей цены, при любой цене моя книга станет более привлекательна. При цене 2 доллара более вероятно, что больше людей захотят её купить, поскольку остальные дороже — по 4 доллара больше желающих, по 6 больше желающих, по 8 больше желающих, 10 больше желающих. Если бы это действительно случилось, то сместила бы всю кривую спроса вправо, и она бы выглядела как-то так. Как-то так. Назовём это сценарием 1. А эти другие книги, назовём их товарами-субститутами или заменителями. И вот другие книги, заменители, вы могли бы сказать, что другая книга выглядит похожей. И если одна дороже, а другая дешевле, то вы можете читать любую из них. Чтобы сделать этот вывод, чтобы следовать кривой, нужно будет предположить, что этот параметр постоянен. Если он изменится, то сместит кривую. Если цены на другие книги вырастут, вероятно, это сместит кривую вправо. Если цены на них упадут, это сместит кривую влево. Следовательно, это изменяет спрос, всю рассматриваемую зависимость. Итак, кривая смещается вправо. Я запишу «смещает спрос всю зависимость вправо». Мне бы хотелось убедиться, что всё ясно. Если все прочие равны, мы двигаемся по данной кривой спроса. Мы утверждаем, что спрос, взаимосвязь цены и объёма спроса постоянен. И мы можем выбрать цену, получить определённый объём спроса. Мы следуем кривой. Если мы изменим один из параметров, то сможем сдвинуть кривую. Как только мы изменяем график спроса, изменяется и данная кривая. Есть и другие взаимосвязанные продукты. Они не обязательно должны быть заменителями. Например, возьмём сценарий 2. Допустим, цена Kindle вырастет. Итак, цена Kindle… Сейчас я запишу. Цена на Kindle растёт. Теперь Kindle не заменитель. Люди не выбирают между покупкой электронной книги, допустим, моей, и Kindle. Kindle — дополняющий товар. Вам нужен Kindle или iPad или что-то подобное, чтобы читать мою книгу. И вот дополняющий, комплиментарный товар. Итак, если цена на дополняющий товар растёт, и это одно из тех устройств, которые могут использоваться для покупки моей книги, тогда для любой цены объём спроса снижается. Так, если моя книга стоит 2 доллара, поскольку у меньшего числа людей будет Kindle, или они уже используют часть своих средств на то, чтобы купить Kindle, и их будет меньше на покупку моей книги. Или у людей будет меньше Kindle. При любой цене это снизит объём спроса. Итак, сместит кривую спроса влево. Вот здесь сценарий 2. Вы можете представить обратно, если цена Kindle будет снижаться, это сместит мою кривую спроса вправо. Если бы цена заменителей снизилась, это бы сместило всю кривую влево. Так что вы можете обдумать все сценарии, и мне бы хотелось, чтобы вы это сделали и сами нарисовали кривую, подумали о товарах. Будь то электронная книга или что угодно, и о том, что бы случилось. Во-первых, какие есть взаимосвязные товары, изменители и дополняющие, и затем обдумали, что бы случилось при изменении цен. Всегда помните о разнице между спросом, общей зависимостью, кривой в целом, которой мы можем следовать при прочих равных, изменяя только цену и объём спроса количеством товаров по определённой цене при прочих равных.